Айпетри. На Айпетри ездят по разным причинам. Туда можно подыматься даже ради вкусной местной еды и прекрасного вида на крымское побережье Черного моря. По сути вершина горы огромный базар с неограниченным ассортиментом блюд, сувениров, одежды и развлечений. Но будьте внимательны, всякий житель туристической жемчужины стремится по-честному нажиться на расслабленных, изнеженных туристах. Поэтому торгуйтесь и будет вам счастье. Если собрались на Айпетри, обязательно возьмите теплую одежду и удобную обувь с нескользящей подошвой. Самостоятельный подъем на вершину не самый комфортный. Откажитесь от летних шляп или кепок, которые плохо держатся на голове. На вершине может быть ветрено и прохладно. Средняя температура в июле составляет около 16 градусов. Подняться на Айпетри можно на канатной дороге Мисхор, на экскурсионном автобусе, машине. Но не забывайте про серпантин и взятые с собой таблетки от укачивания. Ну и конечно можно совершить подвиг и подняться пешком на вершину. Говорят, на пешем маршруте к вершине 300 поворотов. Рядом с верхней станцией канатной дороги находится сувенирный рынок. Здесь продается расписная керамика, жилетки и чуни из овчины, цельные овечьи шкуры, забавные домашние туфли, шали и специи. На отдельных прилавках восточные сладости в подарочных коробках и навес. И конечно есть чайхана с настоящим шашлыком, пловом и шурпой. Между зубцами Айпетри натянуты веревочные мосты длиной около 45 метров каждый. Любителей экстремальных ощущений страхуют стальными тросами. Также на плато Айпетри на высоте более километра открыты для посещения туристами еще три пещеры. Геофизическая, Трекласска и Ялтинская. Геофизическая, Трекласска и Ялтинская.